Я очень рад здесь присутствовать. Большое спасибо вам за приглашение. Я рад и счастлив, что я это серьезно. Я вообще с ним работаю, чтобы я вас познакомился. Он учитель, наставник, он все знают, что знаменитый, поэтому он очень много специалистов меня сделал. Потом мы познакомились с у меня с панифой Кокодовой. Я вообще поражаюсь с этой женщиной, как она вас любит, как она вас переживает. Мы часто с ней не сервили. Поэтому я очень рад здесь присутствовать. Действительно знаменательный дар. Каждый мой жених, но не каждый 25 лет в таком числе и в браке, может быть, они для нас и в мероприятии. Я хочу первый тост предположить за голову себе, а не куга-форуму. Действительно, она как гость. Все вокруг нее вертятся. Она очень сама переживает по всей проблеме. Потом заорваться большой вашей семье, чтобы все было хорошо. Поживание о том, чтобы мы в таком-то составе на золотой свадьбе всех присутствований. Радим за вас. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо огромное, Владимир Владимирович. И еще одна, ну я бы так сказал, изюминка сегодняшнего вечера. Налейте, пожалуйста, себе кашку по рюмочке. Налейте, пожалуйста, себе бокалы. Налейте, пожалуйста. У нас присутствует одна маленькая звездочка, любимая племянница Леваша. Давайте предоставим ей слово. Более того, после ее выступления, я имею в виду словесно, будет маленький сюрприз, о котором я не знаю. Пожалуйста, Леваша. Спасибо большое. Дорогие гости, дорогие дяди и дняшка. Я немножко помню, также присутствую, все сказанное вам. Конечно же, всем остальным, всем вам и вам, также желаю вам целый вам для здоровья. Это, я думаю, самое главное в нашей жизни. Дальше, счастья, чистого неба, дороги, бред, бред, всего-всего, на этом шоуе, и кузерка. Иди. А сейчас, пожалуйста, Мухаммир Пазарович, станция Леваша приготовила вам маленький сюрприз. Уважаемые команды, я должна дополнить тост нашей Леваши, потому что, благодаря ей, мы сегодня, в качестве почетных гостей, познакомились близко с семьей Пятиева. Леваша у нас бабушка, она наш детский стоматолог. Я хочу в этот микрофон сказать дядям Лейлы спасибо большое, и сказать спасибо большое бабушке, тете, которая воспитала. И давала нам такого специалиста. Но помимо этого, как специалиста, она молодец со всех отношений. Я как руководитель говорю, спасибо вам за эту поддержку. Я думаю, что у Леваши есть хороший пример, как нужно строить семейное чай. Если по-то я уверена, в скором времени Лена Джантуйна, я имею в виду труд коллектива Беннер. Лена, что у тебя есть? Солнце дарит Земле свое тепло. И дарит, подарила вам частичку. Это семейное чай. Если Солнце является источником жизни на Земле, то ваша семейная чай стала источником жизни вашей семьи. Под чарами вашей любви родились такие прекрасные, ювелирно сделанные, воспитанные девочки. И вы сегодня прекрасно выглядите. От нас маленький подарок, но по техническим причинам так получилось, что это кристалл для нашей крови. Без длины этого кристалла не было бы. Но это сердце. И в этом сердце будем больно. На лучшем самому берегу. Так одессе стоматологов для бабского лояда мы вам желаем, чтобы эти чувства вы сохранили на долгие-долгие годы. И действительно, вот сейчас друзья мои ваши сказали, что на золотой, алмазной, бриллиантовой свадьбе вы выглядели так же. А сердце, которое мы вам подарили, отец всех стоматологов, стало больше, и уже было полным, но золотой каймы. Если сегодня серебро, то через 25 лет я его запускаю в золото. Спасибо, я еще раз говорю вам за наше вело, что вам не изгордиться чем. Кем? Она и племянница, и дочь. И мизиппо, и коллега. Спасибо вам за нее. И это ваши, кстати, аплодисменты. Еще уметое, что там иногда говорит, вы какие-то скучные сидите. По-моему, вы не скучные сидите. Мы просто любуемся вот этой атмосфере. атмосфере любви. Друг друга понимание. А главное, дружба. Музыкацы, мы просим хорошую танцевальную музыку. Наших молодожен приглашаем. И на что я предлагаю я была за нашим столом. Друзья сидят наших молодожен. Давайте как 25 лет назад при нас с нами вместе пригласим наших молодых на танец. И это будет чуть-чуть позже. Всегда приятно, когда башенки говорят о нас хорошие слова. Честное слово. Давайте мы сейчас просто послушаем еще одну маленькую вещь. Лилаши приготовила... Она так волнуется... Я вам описать не могу. Она приготовила маленький сюрприз. А потом, после него... Скажите, честно, и стул встает? Честно. Встает. Все. А вы снова Лилаши послушайте, а она так волнуется. Лилаши послушайте, а она так волнуется. Лилаши послушайте, а она так волнуется. Лилаши послушайте, и стул встает... Лилаши послушайте, А она так волнуется. А она так волнуется... В небе, в небе звезды молодые, Этих зрёнков мочи твоих красок. Только у любимой могут быть такие необычные глаза. Только у любимой могут быть такие необычные глаза. Сергей Линь, Сергей Линь, как у нас так у любимой зовут. Сергей Линь, Сергей Линь, так у нас улюблённый не поёт. ПЕСНЯ 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 Это правда, только любимыми могут быть такие белые, маленькие глаза. Сереги Линь, Сереги Линь, так, привет! У-у-у, Сереги Линь, Сереги Линь, так у нас влюбленный письмо поет. Сереги Линь, Сереги Линь, Сереги Линь, так у нас влюбленный письмо поет. Сереги Линь, Сереги Линь, Сереги Линь, Сереги Линь, так у нас влюбленный письмо поет. Сереги Линь, Сереги Линь, Сереги Линь, так у нас влюбленный письмо поет. Сереги Линь, Сереги Линь, Сереги Линь, так у нас влюбленный письмо поет. В небе все звезды и голодные, В этих звездах от всей твоей красоты. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. В логотологии выходим в Комплектон России. Поговорим обещать и поднимать все. Все поднимайте, поднимайте, поднимайте. Поднимайте, все. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Хотя они, как говорится, нам близкие родственники, но они нам больше друзья, нам близкие, как вот по душе, да, вот это самое главное. Мы скучали, иногда вспоминали наши самые, да, любимые анекдоты или еще какие-то приколы в этой жизни. Всего этого нам сильно не хватало. Вот прошло 11 лет, ну, как будто один 10 лет, но вы такие все хорошие, такие все милые, лапотные. Я хочу, чтобы через много-много лет тоже поддержались так же. Я за вас рада. Желаю вам удачи, счастья, мира, любви. Все, что вы захотите, чтобы все сбывалось. И всем вам, гостям, тоже того же желаем. Много мира, улыбки, добра. Чтобы войны не было, чтобы у нас все было прекрасно. Вообще, я не знаю, я сейчас сегодня счастливая, я сегодня приехала из корабля на бал. В общем, вам люблю и поздравляю. Ну и чтобы дополнить семейные дили, поздравляю еще сестру наших магазинов. Розик и Шарапат, пожалуйста, снова Розику и Шарапат. Шарапат, сестра, наши невесты, пожалуйста, Розик и Шарапат, подойдите, пожалуйста, к микрофону. Вот теперь будет полная дили. Нет, я сам позову, Шарапат. Немножко затяживается, но пока, наверное, пару слов мы дадим Бухове Базаровичу. Он объявит маленький сюрприз. Вот как раз сейчас я хочу предоставить слово РОНО. Когда-то, 11 лет тому назад, пришла ко мне девушка и сказала, я хочу петь, хочу быть с учителем пения. И когда она только сказала, голос ее лился уже, пел сам по себе. И я не ошибся, она сегодня здесь. И сейчас она преподнесет прекрасный подарок. И вы убедитесь, что я не обманываю, что она поет и заводится. И как раз все, кто здесь стоят, наверное, выйдут танцевать. Спасибо. Мухаммед Базарович, я очень рада вас видеть. Шарапат, и Киезьян, за часом, ясное небо, здоровье вам. И счастья для вас, в своем. Как мне, для меня, да, я и поздорове. Русик и Шарапат, пожалуйста, пару слов. Позвали. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю.